Нам поделиться нашим опытом на обмешательстве на полстой кишке, немножко коснемся того, что нам советуют нынешние и текущие рекомендации, ну и поделимся то, что мы сделали, что мы умеем, как мы это видим. Наш доклад совместно с лиругами о шейф-тандеме, я так посмотрел на предыдущие. Неуклонно растет рак полстой кишки, пока что неуклонно растет рак полстой кишки и в мире. В целом в России в частности, и при этом мы помним, что, например, и в России каждый четвертый пациент с первую установленную диагнозом рака полстой кишки умеряет в течение одного года, и каждый пятый пациент умерет в течение одного года с первую установленную диагнозом рака прямой кишки. Я для сравнения посмотрел данные о дипонии, pro которые говорят, что там действительно ради диагностика, более высокое качество лечения, и как минимум, по количеству колоректального рака Япония существенно опережает Россию, 158 тысяч против 72, то есть колоректального рака в Японии диагностируется существенно больше, и в принципе этот показатель можно было бы считать как раз таки более позитивным, если предположить, что японцы, наши коллеги, более скрупулезно оценивают образование, более там прецепт выполняют биопсии, и соответственно их как можно более рано лечат, более рано приступают к противопухолевому лечению, что позволяет им добиться лучших результатов, но как оказалось, что и по летальности колоректального рака Япония также вполне себе уверенно опережает Россию, количество смертей от колоректального существенно больше в обоих полов в Японии, чем в России, но тут, наверное, это может связать с тем, что население Японии гораздо более старое, более возрастное, извините, и, ну, вероятность, конечно, колоректального рака, где средние там будут пациенты 65+, но сам факт остается фактом. Почему я коснулся этих показателей о заболеваемости и смертности от колоректального рака? Как бы не были блистательны наши хирурги-ампологи, как мы далеко не шагнули системные лечения, они имеют химиотерапию, лекарственную терапию, химиотерапию, лечевая терапия, но тем не менее, все эти специалисты, тем не менее, они всегда уже лечат свершившийся факт, ту ситуацию, когда рак уже есть, рак уже у пациента в году, и отличных результатов, я имею специалистически отличных, прекрасных результатов с улучшением выживаемости, не добиться, когда мы лечим уже имеющиеся факты. То есть, ну, нам нужно идти к тому, чтобы найти новообразование на тот момент, когда оно либо еще не озлокочуствилось, либо имеет место озлокочуствление тракта на раннем этапе. В принципе, для выполнения эндоскопических вмешательств на толстой пешке и на других отделах еще этого тракта, помимо знаний, умений, ну и опыта в каком-то, на каком-то этапе, требуется не так уж и много. То есть, это приличная видеосистема, парк аппаратов, ну, для толстой пешки, все, что правый отдел, с сожалению, только обоскоп, а в левых отделах, в большинстве случаев, можно обойтись и гастроскопом, что гораздо более удобно. Целая инсуфляция, тут это, само собой, на мой взгляд, очень обязательно. Я слушаю второй день прекрасные семинары, слышал, что многие коллеги когда-то исторически начинали диссекцию выполнять на воздухе. К счастью, у нас не было такого этапа, мы всегда выполняли вмешательства на улике в Сангазе, считаем, ну, так, была такая возможность. И, как ни странно, водяная помпа, казалось бы, простая вещь, но, тем не менее, это для диссекции, особенно когда достаточно кровоточивые последствия сбоя, обидно воспитализированные, является очень-очень важным аспектом. Хочу немного коснуться европейских рекомендаций по лечению раннего рака толстой кишки. Как вы видите, зиждятся они все-таки на предварительной макроскопической диагностике, осмотре самого этого новообразования. ИСЖИ рекомендует исследование поверхностных характериальных новообразований, высоко квалифицированных сэндоскопистом, используя режим белого цвета с кромоэндоскопией, который, возможно, виртуальный, или, собственно, с использованием окрашивания. Сильная рекомендация, высокое качество доказательств. О чем это говорит? О том, что все-таки внешним осмотром новообразования придается, ну, не только в европейских рекомендациях, но и в японских рекомендациях придается решающее значение. Но, я об этом скажу, что Вячеславик, он не улучшили метры исследований, не у лидеразвука. Во всяком случае, мы говорим сейчас о кишке. Именно внешний споркулезный осмотр позволяет на вас ценить, какую группу пациент из этой таблицы попадет. Если JNF2A, то есть новообразование с легкой дисплазией эпитерия, тут обстоятельства относительно, если я пойму ее указку, по липотамии, EMR, N-блор по возможности. То есть здесь даже не описывается размер, не касается речи об этом нет. Ну, будет возможность удалить ее единым блоком. Нет, не смею. Замечательно. Значит, JNF2B, то есть когда мы говорим о тяжелой дисплазии эпитерия, слэш-карцинол-манси-клум, либо инвазии в поверхностные отделы подслизистого слоя. Если нет, опять-таки, на основании оптических диагностей, оптических диапсии, если нет признаков того, что новообразование инвазирует в более глубокие отделы подслизистого слоя, опять-таки, что рекомендуется для ободочной тишки, для ободочной тишки, оговорюсь, EMR, тревая резекция. Опять-таки, вот это так. Для прямой тишки, где, конечно, мы видели сейчас представительное выступление, передо мной коллег, прямой тишки можно удалять эндоскопически, ну, не знаю, ну, фактически все, или почти все. Там, циркулярная резекция, протяженная, там, 15-20 сантиметров. Все их можно сделать, если есть, там, некая мистичность такая. Для ободочной тишки это, конечно же, совсем не так. То есть, диссекция 2 сантиметра, предположим, там, в печеночном изгибе, особенно неудобно расположенной, и там 8 сантиметров в прямой тишке, я бы взялся за 8 сантиметров в прямой тишке с большим удовольствием. И диссекция в прямой тишка. И если мы говорим уже об инвазивных процессах, то здесь, конечно, это хирургическое лечение, химио-лучевая терапия. Узкий спектр, я сейчас не могу, не припомню, когда именно вошел в нашу жизнь, то, что появилось первым у одного из производителей. Сейчас, в принципе, у всех большой ляпонской тройки есть узкий спектр. Мы работаем с Олимпусом, с Пентексом в данном случае. Принципиальных отличий мы не видим, это тот же оптическое преобразование. Но даже если нет узкого спектра, всегда можно использовать витальные красители, которые могут есть, я думаю, что в любой абсолютно больнице. Если нет, то просто не захотели убить. Всегда можно использовать, но, конечно, в принципе, окрашивание мы делаем и выполняем прижизненное окрашивание. Но кнопку нажать гораздо проще. И получить результаты, исходные с какими-то цветами с акашами, предположим, и демикармином, не абсорбционным красителем. Но это позволит адекватно оценить, выполнить, оценить поверхностную структуру нового образования и, конечно, оценить инсультирую структуру. И из жизни рекомендует рутинное выполнение эндосонографии, КТ, МРТ, ПЭТ, энд-УЗИ. И вот все, что, о чем очень часто нам говорят, мы говорим с хирургами, холопрактологами, онкологами и тем угодно, на алкоконсилиумах, все это не рекомендуется выполнять при подозрении на поверхность, при наличии поверхностных эпителиальных образований. И это сильная рекомендация с умеренной доказательной базой. То есть, вот все, тот огромный объем, без которого пациент не может выйти зачастую на консилиум, просто не рекомендуется сделать. Ну, тут достаточно трудно это комментировать как-то дополнительно, но тем не менее я попробую. Внешний осмотр специалистов, который прошел длительное обучение, стажировался, показал свой результат, результат внешнего осмотра новообразования, корреляция этих результатов, энд-УЗИ и хромоэндоскопия, она одинаковая. Те же самые 78%. То же самое и для прямой кишки, когда мы требуем выполнять опять-таки, ну прежде всего это МРТ, конечно, здесь написано, что КТ, МРТ, энд-УЗИ данные примерно одинаковые, все-таки, на мой взгляд, МРТ дает существенно большее понимание картинки со стороны в прямой кишке, но тем не менее факт остается фактом. Здесь 4 исследования организированных, исследования, здесь какие-то, здесь в том числе и мета-анализы говорят, что результативность на самом деле одно и то же. И в случаях расхождения по критерию Т между оптической диапсией и энд-УЗИ или МРТ, энд-УЗИ и МРТ, эндоскопические исследования должно иметь большее значение, чем эти методы лучевой или лутозуковой диагностики. Способы, значит, СЖИ рекомендует полипектомию, либо петлевую другую, другой тип электрорезекции, петлевых электрорезекций как метод выбора для большинства поверхностных новообразований. Тут трудно, с этим мы сторонники диссекции, мы пока что, что называется, до конца не наелись и очень любим, хотим, выполняем, мы делаем, но, тем не менее, практика, когда начинаешь сравнивать с пациентами, с группами, там, 19 тысяч исследований, 19 тысяч новообразований, ну, как бы, хочешь не хочешь, но таким исследованием можно поверить. Результативность петлевых электрорезекций для немалегнизированных новообразований или новообразований с инвазием в пределах снизистой оболочки аналогично таковым при диссекции. Просто времени больше мы, к сожалению, мы не тратим, но мы пока что продолжаем тратить. Теперь я вперед скажу. И для того, чтобы уменьшить количество местных рецидивов, вот австралийские авторы указывают на то, что циркулярная коагуляция по периметру удаленного новообразования, то есть по ложу этого новообразования, снижает вероятность местного рецидива с 21 до 5%. А индийские специалисты показали, что на 1000 утра в строительном образовании диаметром более 2 см, что вероятность местного рецидива вообще равна диссекциям всего лишь 1,4% случаев. Ну, честно говоря, результат очень замечательный. Это нужно, наверное, обсуждать на наших таких будущих клинических рекомендациях. Очень много показаний, непоказаний, относительных, абсолютных, но показаний к выполнению козректонии в диссекциях подслеживших слоев. Но в чем сходится большинство авторов, консенсус – это для новообразований негранулярного типа, особенно с псевдодепрессией, то есть тогда, когда мы взаимаем возможное наличие инвазивного углевого процесса, это новообразование гранулярного типа, но с узлами, то есть смешанного типа, особенно, почему-то брать в симуляторном отделе, ну и, конечно, нерегулярная поверхность у самого новообразования. Опять-таки, систематический обзор. 51 клиническое исследование 11-тысячного образования размером более 2 сантиметра. Как при исследовании, пока это ретроспективное исследование, выяснилось, что в абсолютном большинстве случаев 82% это были аденомы. Слегка или тяжелая диссеклазия, но тем не менее, это то, что евроинец однозначно рекомендует для себя, для своего сообщества удалять битвы, как уже мы раньше говорили, фрагментами ли, единым ли блоком, но тем не менее, петлей. Оставшиеся 15% это злокачественное образование, это рак, из них только половину имели инвазию до 1000 микрон, та самая пресловутая, те самые пресловутые 1000 микрон, после которых мы считаем, что новообразование уже имеет глубину инвазии СН2, то есть Т1Б, и пациент должен идти на хирургическое лечение. Вот таких пациентов оказалось из всех вот этих 11260 пациентов всего лишь 8%. Все эти пациенты, повторяю, подвергались в свое время мукозоктомии с диссекцией последствий в слое, из этих 8 только 6% были курабельны, то есть 2% имели еще большую глубину, соответственно, они, возможно, были недостаточно верно интерпретированы на предоперационном этапе, и поэтому, несмотря на, там, эрнольджи, нефминозной мази, все равно это лечение было не курабельно, все равно пациенты ушли на хирургическое лечение. Ну, а про экономическую целесообразность тут тоже такой вопрос относительно дискутабельный, потому что, ну, вы понимаете, что все-таки диссекция будет дороже. Что такое диссекция? Мукозоктомии диссекция последствий в слое, все, наверное, лучше меня уже знают. Это удаление нового образования в дневном блоке, в применении специализированных навыков, специализированных расходных материалов. Чем вы пользуетесь в обычной своей работе? Ну, в большинстве случаев мы используем такую нож I-типа, позволяет камин в толстой кишке, стенка тонкая, в большинстве случаев не всегда, но в большинстве случаев все-таки мы используем I-тип. Ну, собственно, использование гиалуроновой, извините, у индикокормины гиалуроновой кислоты, особенно для правых отделов, особенно изгибы, там, где толщина стенки кишки очень маленькая, тогда, конечно, чаще всего используем такую. Ну, и клипсы, куда уже без них, потому что, опять-таки, для правых отделов, к сожалению, аппараты встречаются достаточно часто, абсолютно в большинстве случаев они не приносят какого-то фатального за собой последствия, но, тем не менее, что есть, то есть, они бывают. И если там нам хватает возможностей, мы не зашиваем до последнего момента, если это не мешает, не уходится сильно газ в брюшную полость, мы начинаем сдавливать кишку, начинаем беспокоить пациента. Ну, и углекислый газ трудно недооценить. Пока не появился углекислый газ, по собственному говоря, не было и десекций ни в одном из отделов пищеварительного тракта. Это, в данном случае, достаточно универсальный прибор со всеми, коннексится с большой тройки и регулируется поток. Ну, у нас различные есть производители, но это удобно. Т1А, Т1Б – это важное, что нам нужно отличить. Если Т1 – это инвазия под слизистый стойк, какие-то из них дают метастазы, какие-то не дают. И выяснилось, что нашим скрупулезным японским коллегам, что при инвазии до 1000 микронов формирование вероятность формирования метастазов равна примерно нулю. Но надо сказать, что эта глубина достаточно оспаривается в каких-то работах и в других работах выписывается 1900 микрон. В третьих работах говорят, что изолированная сама по себе глубина инвазии является зависимым фактором прогноза. Если других факторов нет, там, выско-дифференцировки новообразования, сосудистые инвазии, переневральные инвазии, данный фактор фактически не влияет на количество, на выживаемость пациентов, на количество местных лицезинов. Это количество диссекций, которые мы выполняем, мы начали выполнять с 2019 года. Преимущественно синим столбиком – это толстая кишка. Мы работаем в клинике, которая преимуществляет лечить коллопрекиологических пациентов. И поэтому свое кривое обучение мы начали не с передней стенки желудка, а с прямой кишки, которая на самом деле может быть даже более удобна, чем диссекция в желудке. Преимущественно, конечно, это была прямая кишка. Примерно 30% правого отдела. Средне диаметром образования – 45 мм. Чуть более двух часов в среднем у нас уходит на выполнение диссекций единым блоком. Я повторяю, это 10 цифр представленных от самого нашего старта. 91% удаление единым блоком, верно – 83%. Но артикальность вмешается примерно 77%, что, в принципе, пересекается данным японских авторов. Потому что даже если бы удалили единым блоком, но до этого было неверно или недостаточно интерпретировано то, что мы увидели по местному статусу, все равно привело в последующем пациенте на хирургический столб, но чаще всего именно граф. Аденом было больше всего, более 70%. Но были и аденокарциномы различной степени дифференцировки, большинство из них, которые, к счастью, были высоко дифференцированными. И инвазия преимущественно, опять-таки, была в пределах в верхних отделах под слизистую слой, то есть СМАДИ. Все пациенты проходили до и после операционно-онкологических консилиумов, где, безусловно, главную скрипку играют наши хирурги, Владимир Владимирович, который сейчас будет выступать, он, наверное, что-то расскажет по этому поводу. А такое предварительное заключение, да, и, конечно, есть где-то важнейший метод диагностики, ну, извините, эндоскопии, важнейший метод диагностики, который плавно третий может перетечь в лечении, причем, в принципе, зачастую, если мы говорим о петлевых электрорезиях, то почему бы и нет в день обследования. Камнем прикновениях было, есть и остается, конечно, это предварительная диагностика нового образования. То есть, куда пойдет последующий пациент к хирургам, там, учевым терапевтам, еще куда-то. Тем не менее, это очень и очень важно. Риск осложнений, ну, здесь написала я, невысоко. Риск осложнений, конечно, существует, но он меняется со временем, и поэтому он очень сильно зависит от опыта эндоскописта. Коллеги, пока Владимир Владимирович подходит на нашу ангел-лекцию, можно пройти по этому QR-коду и ответить на вопросы, на несложные вопросы, которые мы составили в данной лекции. Владимир Владимирович Балабан – это наш хирург, уроколог, который лечит наши цветы. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемый президент. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов за предоставленную возможность мне выступить среди столь уважаемой аудитории эндоскопической. Если можно, лекцию продолжения включите. А, это следующий слайд. В первую очередь, когда мы говорим о раннем раке, о тех функциях хирурга, которые могут помочь в лечении этого заболевания, можно выделить три полезных функции наших. В первую очередь, это осложнение интро- и послеоперационное, о чем уже частично говорилось сегодня. Негативные факторы прогноза, то есть, соответственно, выполнение радикальной операции, имеется в виду, с лимхо-дисекцией удаления части толстой кишки. Ну и если по каким-то техническим причинам не могут эндоскописты выполнить резекцию, тогда мы приходим к ним на помощь. Несколько слов об этом пациенте. Пациенту 82 года, утрально растущая анеоплазия, в которой, в общем-то, вы видите отдельный участок на этом слайде, как кусочек этой опухоли. В реальности, при извлечении этого препарата произошел отрыв этого фрагмента, но вся диссекция проходила, в общем-то, достаточно сложной ситуации и где-то примерно общее время операции составило порядка 8 часов. И где-то после 4 часов спустя нам поступил звонок от наших эндоскопистов, что понадобится наша помощь ввиду того, что есть перфорация толстой кишки и, возможно, нам нужно будет выполнить лабороскопический лаваш или тренирование брюшной полости. В общем-то эндоскопист принял решение удалять этот препарат до конца, несмотря на то, что перфорация уже была. После удаления мы взяли пациента в операционную для того, чтобы решить, что же делать с этим дефектом, потому что при извлечении препарата он еще увеличился. И таким образом мы видим, что в рактосигмоидном отделе толстой кишки у нас есть достаточно большой дефект с такими воспаленными уже краями, но самое впечатляющее на этой операции было, конечно, тазовая брюшина. Обратите внимание на ее цвет, на то, что она воспалена. И, конечно же, это действие вот этого спрея, то есть при инсуфляции толстой кишки, при раздувании стенок, частично попадает воздух с частичками кишечного содержимого. И также происходит воспаление брюшины. По сути дела это перфоритонит с небольшой давностью. Препарат выглядит следующим образом. Мы не предпринимали, естественно, никаких попыток ушивания, потому что это, как говорило, обречено на провал без превентивных каких-то кишечных стон. И увидим, что этот дефект располагается практически между подвесками толстой кишки, то есть здесь произвести ушивание первичным ушлом было практически невозможно. В связи с этим мы приняли решение о выполнении резекции. Но когда мы, в общем-то, говорили с нашими видоскопистами, какой же вариант мы будем выполнять, мы выполним краевую резекцию либо как-то расширим. В общем-то, мы настояли на том, что однозначная уверенность в том, что эта алтеральная растущая неоплазия не будет иметь злокачественных клеток у нас нет. Поэтому и для того, чтобы создать нормальный остомоз без натяжения, нам, конечно же, нужно мобилизовать толстую кишку. Поэтому проще уже выполнить резекцию с лимфодисекцией. Мы выполнили D2-лимфодисекцию с резекцией прямой кишки. Гистологическое заключение вот того удаленного препарата эндоскопистами показало нам, что на фоне туполоворсинчатой аденомы все-таки была высоко дифференцированная аденокарцинома с глубиной инвазии SM1, но была лимфовоскулярная инвазия, и это было бы уже показанием для плановой операции, даже если бы удалось восстановить непрерывность толстой кишки дельными швами. Что касается гистологического исследования удаленного препарата, то не было найдено никаких опухолевых клеток. Но обратите внимание, буквально за 4 часа мы уже имеем фибринозные гнойные воспаления на микроскопическом уровне. А это прямой маркер того, что при ушивании стенки мы уже сможем столкнуться с какими-либо осложнениями, в частности, несостоятельности этих швов. Чему учит нас этот случай? В первую очередь, мы должны понимать, что когда мы говорим о доброкачественных опухолях толстой кишки, все-таки инвазивный рак, он до конца не исключается. И в этой ситуации нужно вовремя остановиться. Потому что, когда мы имеем сообщение с брюшной полостью, и все-таки есть злокачественные клетки в опухоли, мы имеем все-таки риск контоминации брюшной полости. Потому что мы контактируем постоянно с этим образованием. Тракция, контратракция, ирригация. Плюс, когда мы энсуфлируем кишку. Таким образом, диссеминация у этого пациента, она возможна. Мы не знаем отдаленных периодов этого пациента. Это было несколько месяцев назад. Мы проследим, конечно, это будет интересно. Но вот с моей онкологической точки зрения, когда мы говорим о инвазивном раке и перфорации, все-таки если вы видите, что еще конец дисекции не близок, то лучше остановиться и передать его хирургам, которые выполняют эту процедуру более быстрее, и им это проще технически сделать. Ну и, конечно же, осложнений не нужно бояться. Нужно бояться их не распознать и вовремя не оказать помощь. Если эти условия выполняются, то никаких проблем, в общем-то, не должно быть, и хирурги эндоскопистам всегда помогут. Что касается неблагоприятных факторов прогноза при ЕСД, это R1-резекция, глубина инвазии под слизистой ослой более 1 мм. Павел Владимирович уже сказал по поводу глубины инвазии, что это сейчас такой шаткий показатель, он может пересматриваться. R1-резекция, примерно такая же история, нет однозначного мнения. G3-4, G4 имеется в виду недифференцированный рак и слизистый и перстноидно-клеточный, тумор-бадинг и лимфоваскулярная инвазия. Все эти факторы, они являются маркерами того, что пациент нуждается в хирургическом лечении с лимфодисекцией, потому что риск поражения лимфоузлов возрастает, ровно как и риск местного рецидива. Но при подготовке к этой лекции я столкнулся с такой публикация, в которой говорилось о том, это январь 22-го года, одно из самых авторитетных изданий Англии, где очень высокий импакт-фактор, журнал «ГАД». Была выполнена эта собранная информация с многих центров, в основном это Европа, один центр в Австралии, несколько центров США, и они провели исследование 3300 подслистых десекций, у 604 они были оперированы по поводу рака инвазивного, и у 207 не было, точнее у 207 пациентов, это были пациенты высокого риска, которые нуждались в хирургическом лечении. 65% из этих 207 пациентов, это были пациенты, которые имели Р1 границу резекции. 126 пациентов из 207 подлежали хирургическому лечению, а 81 пациент, они шли просто по наблюдению. И в заключении к этому исследованию видно, что была выше летальность у пациентов, у которых не было проведено хирургическое лечение, однако рецидив опухоли и безрецидивная специфическая выживаемость не имели никакой разницы. И делается такое фантастическое заключение, что при неблагоприятных факторах прогноза хирургическое вмешательство не приносит никаких преимуществ. Конечно, мы ожидаем следующих исследований. Эта публикация была подана в декабре 2020 года, опубликована в январе 2022 года. Я думаю, неоднозначное было в рецензентах мнение по поводу этой информации. Но с течением времени мы посмотрим, что же будет дальше. Если мы будем говорить о конкурирующих хирургов и эндоскопистов методике, это, конечно, темп. И в темпе, пускай это достаточно давняя публикация, тем не менее, мы видим, что фактор как раннее хирургическое вмешательство при высоком риске местного рецидива и поражения лимфатических узлов в 15 раз снижает риск развития местного рецидива. Это дает нам возможность понимания о том, что у пациентов с группой высокого риска, вы видите канцероспецифическую выживаемость, вы видите, что пациентам, которым был выполнен темп, это темп, и они имели высокие риски развития местного рецидива и поражения лимфоузлов. Это группа B, темп плюс операция, вы видите, что она находится на одном и том же уровне, как и группа пациентов с низким риском, которым был выполнен просто темп. И это дает нам возможность говорить о том, что если мы проводим даже не радикальное вмешательство, если вы вовремя прооперировали пациентов, значит его прогноз не ухудшится. Выводы, которые можно сделать из этой части лекции, старые данные, нам говорят о том, что все-таки пациентов с неблагоприятными факторами риска необходимо оперировать. Ну вот появились новые данные, о чем было сказано чуть ранее, и по этим рекомендациям неважно, какие у вас факторы риска, пациентов нужно наблюдать. Ну и, конечно же, то, где мы конкурировать можем в теории. Это ТЭМ у хирургов, ИСД, эндоскопистов, ну это наибольший, самый крупный метаанализ по ТЭМу и ИСД. И здесь нужно отметить, что при методике ТЭМ мы видим лучшие показатели R0 резекции, блок резекции и выполнение повторных радикальных операций. При ТЭМе оно ниже. Но здесь вероятнее все, что это связано с R0 границей резекции. И обратите внимание, 74,6% R0 резекции дают по метаанализу по ИСД. Но нужно понимать еще вот такой факт. Если мы говорим об R0 резекции и неадекватной подслизистой диссекции, то эти пациенты действительно войдут в эту группу в 74%. Если же эти пациенты имеют R1 при полноценной ИСД диссекции и глубина инвази больше 1 мм, то по идее эти пациенты и так будут подлежать хирургическому вмешательству. Не важно, то ли это будет ИСД, то ли это будет ТЭМ. Метаанализ от наших коллег из ГНЦК в общем-то не показал никакой разницы между ТЭМом и ИСД по частоте R1 резекции, блоноблочной диссекции и местному рецидиву. Ну и еще одна публикация, которая показывает, что в общем-то выживаемость при ТЭМ, при полипектомии и при хирургическом лечении она в общем-то одинаковая. Таким образом, третий вывод, если частота R0 резекции при ИСД в клинике высока, вы можете смело полагаться на эту методику и не выполнять ТЭМ. Ну выполнять ТЭМ в крайне редких случаях. Ну и последний слайд, конечно же, мы должны быть вместе, а не вместо. Хирург-эндоскопист, содружество, оно без этого содружества выполнять последствия диссекции невозможно. Спасибо. Спасибо большое за ваш совместный доклад. Может быть, вопросы есть у кого-то? У вас буквально несколько. Владимир Владимирович, я и святозловно действительно. Мы полностью согласны с вами, что когда за спиной стоит не только опытный, но и дружески настроенный хирург, это огромное дело. Так же, как, собственно, и при восстановлении хирургических осложнений хорошо иметь опытного, умного, умеющего их ликвидировать эндоскописта. Скажите, пожалуйста, в ситуации, когда после выполнения диссекции, которые ничем не осложнены, выявлены признаки нерадикальности удаления. Результаты последующего хирургического радикального лечения различаются с теми результатами, если бы этого пациента исходно оперировали без эндоскопического лечения. Вот один, если возможно вернуть презентацию, один из слайдов, пускай это 2003 год был, тем не менее, я вот этим вопросом в первую очередь, конечно же, и задался, насколько правомочно, насколько это не улучшит, не ухудшит результаты, если мы прошлись по опухоли. Даже, к примеру, если мы говорим об опухоли Т2, мы прошлись, по сути дела, это Р2 резекция, улучшит ли она, ухудшит ли она результаты лечения. И я нашел лишь одно исследование, которое было этому посвящено. Вот эти графики выживаемости, канцерспецифической. То есть, если у нас пациенты получили ТЭМ, но у них были факторы риска, в частности, положительная граница резекции, но мы их сразу взяли на операцию, графики выживаемости, вы видите, что они находятся на том же уровне, как мы сделали для опухоли низкого риска. Если же мы отсрочим хирургии, то увидите, как проваливается выживаемость до 50%. И это, конечно же, говорит в противовес тем новым публикациям, которые я приводил, крупную, о том, что если у пациента высокий риск, то его оперировать не надо. То есть, это абсолютно разнонаправленные данные. Ну, поживем, увидим, но в нашей клинике мы все-таки придержимся больше японской школы, и если мы видим глубину гвази больше миллиметра, даже если нет других факторов, мы пациента тоже на операцию. еще один вопрос для тебя. Все-таки в ситуации, когда, скажем, речь идет о раке нижнее среднеобулярного отдела прямой кишки, раке или, ну имеется в виду, конечно, без призывов глубокой гвази, или крупной аденома. Вы предпочитаете выполнять трансценальную эндоскопическую хирургию или все-таки диссерт? Как у вас решается? Потому что это все время вопрос, который дискутируется. Как у вас в клинике решается? Третья часть доклада, она, в общем-то, была этому просвещена. Я показал, что если у вас хорошие результаты эндоскопические, я напомню, что в нашей клинике 83,4% R0 резекции, в мета-анализы 74%, то есть у нас несколько выше, мы полагаемся в полной мере как раз на эндоскопистов. И там практически никогда не выполнено. Но если у вас нет, скажем так, высокого уровня эндоскопистов, которые имеют такой процент R0 резекции, тогда, возможно, TEM является методом выбора. Спасибо большое. Если можно, я добавлю чуть-чуть, потому что касается… Вы помните, в прошлом году, когда у нас было АЭФ 2021, мы там демонстрировали случаи с циркулярной резекцией в анальном канале, ну, там распространено прямой вытяжку. И вот после этого случая, когда мы… Ну, сегодня у нас онкоконсилиум, мы раньше проходили в пять, сейчас в три часа, к счастью, начали начинаться. Вот. И я… Мы сделали эту десекцию, я быстро нарезал это видео и показал полупрактологу на ОМКонсилиуме вот та пациентка, которую мы обсуждали, там, на прошлой или позапрошлой неделе, мы все-таки взяли и сделали. И как все-таки, ну, профессор Царьков, предполагающий, руководитель педики нашей школы патологии маловозимых хирургий, и сказал, что если там все будет горло, мы прям ими заканчиваем. – Спасибо. – То есть, Петр Владимирович, у вас энтузиаст? – Да, он дает зеленый свет в развитии новых направлений. Если они действительно дают хорошие результаты, почему бы нет, это отличный способ. – Ну что же, мне кажется, что мы и аудитория в зале, и те, кто нас слушает в сети, благодарят вас за очень интересный доклад. – Спасибо. – Вас мы взвешены не ураня в ту или в другую сторону, а очень грамотное, конститентное движение вперед, что мы только можем приветствовать, естественно. Спасибо большое. – Спасибо. – Давайте еще раз поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ – Дорогие коллеги! – АПЛОДИСМЕНТЫ